На 7 лет может лишиться свободы алматинский водитель, устроивший стрельбу в центре города. Инцидент произошел у одного из торговых центров. Мужчина четыре раза выстрелил из травматического пистолета в парковщика, не желая платить за стоянку. Очевидцами внезапного проявления агрессии стали десятки человек. Как себя чувствует пострадавший? Кому, несмотря на запрет, разрешено пользоваться оружием? И насколько оно доступно, расскажет Тимур Ермашев. Самый центр Алматы. Выходной день. Парковка у одного из торговых центров в это время забита до отказа. Между машин проворно снуют люди, облаченные в салатовые жилетки. Внезапно шум городской суеты разрывает целая серия выстрелов. Один из водителей отказался платить за стоянку. Дальше события развивались стремительно. На помощь пострадавшему поспешили не только его коллеги, но и случайные свидетели. Вскоре на место происшествия прибыл наряд полиции, который задержал стрелка. Сейчас ему уже предъявлено обвинение, возбуждено уголовное дело. Согласно санкции данной статьи, законодателям предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет. Сейчас подозреваемый во дворе он в изоляторе временного содержания. В случае, если потерпевший откажется от претензий, дело будет прекращено. Интересно, что мужчина стрелял из зарегистрированного пистолета. То есть в свое время он получил разрешение на ношение оружия. Хотя, как показывает практика, такой документ может получить практически любой желающий. Справки необходимо привезти. Ну, справка какого плана. Это наркологическая, что нет на учете, как наркоман. Потом справка с психдикспансера. Вот у нас есть. И вот при наличии этих справок выдается оружие. Это несложно. Интересно, что новость о стрельбе в центре Алматы вызвала достаточно много самых разных откликов в интернете. Причем далеко не все пользователи ополчились против задержанного. Негативное отношение к пресловутым парковщикам оказалось сильнее возмущений по поводу неоправданной жестокости стрелявшего. Недавно выезжал с парковки без помощи парковщика. Тот подбегает, руку тянет, я ему даю 50 тенге, он мне эту копейку в лицо кинул. Если честно, в тот момент я его хотел перестрелять. Даже Усенова не посадили, который убил, а его за травматой в ногу до семи грозит. Непонятно. Если бы вы знали, сколько за сутки собирают парковщики по городу, это фантастическая цифра. Их просто так сложно будет убрать с улиц. Это далеко не первый случай применения травматического оружия не в целях самозащиты. Один из инцидентов произошел в Алматы, когда водитель внедорожника угрожал женщине пистолетом из-за конфликта на дороге. В МВД инициировали законопроект о запрете гражданскому населению пользоваться травматикой. Документ вступает в силу с января следующего года. Сейчас в республике полным ходом идет акция по изъятию у населения огнестрельного, бествольного и газового оружия с возможностью стрельбы травматическими снарядами. Только жителями Алматы с начала года было сдано более 220 единиц такой опасной техники. Между тем юристы говорят, что подобная мера едва ли позволит снизить уровень преступности в стране, о чем свидетельствует мировая практика. Разоружая население, полицейские могут добиться обратного эффекта, когда люди, стремясь защитить себя и свое имущество, начнут приобретать оружие уже по нелегальным каналам.